Как узнать, любит или нет? Оказывается, с помощью современных приборов, а конкретно с помощью МРТ, можно узнать, любит ли человек или просто хочет секса. Для этого при сканировании мозга рядовое лабораторное исследование стоит около 5000 рублей. 24 испытуемым, 12 мужчинам и 12 женщинам, давали фотографии А. Любимых и Б. Просто противоположного пола в стиле Ню. И укладывали их под МРТ. Магнитно-резонансный томограф тупо замерял, каким участком мозга проливает кровь. Эти участки будут выглядеть более плотными, то есть более темными, на фотографии. Результаты получились очень интересными. Во-первых, они не зависели от пола. У мужчин и женщин активировались одни и те же участки мозга при одних и тех же мыслях. Во-вторых, при просмотре фотолюбимых активизировались участки среднего мозга, вырабатывающие дофамин, гормон удовольствия. А в височной, теменной и лобной долях кровоток уменьшался. Кстати, эти участки мозга ответственны за критическое мышление. Поэтому влюбленный человек не может объективно оценить объект своих воздыханий. А вот при просмотре эротических фотографий кровь проливает совсем к другим участкам мозга. Активируется гипоталамус, который управляет такими чувствами, как голод и жажда. А также мендоливидное тело, ответственное за возбуждение. Так что можете пригласить свою любовь, пройти томографию и будете точно знать, как он или она от пола это не зависит. К вам относятся. В-третьих, точно так же реагирует мозг других млекопитающих, и обезьян, и дельфинов, и даже лабораторных мышей. Животные реагируют на видео своей любви. В-четвертых, правильно говорят, что любовь это наркотик. Сравните результаты сканирования мозга безумно влюбленного человека и кокаинового наркомана. Оказывается, они почти идентичны. На левом снимке показан участок мозга, активирующийся у безумно влюбленного человека. На правом снимке показан участок мозга, который активируется при употреблении кокаина. Влюблены вы или просто приняли наркотик, и ваши ощущения все равно будут одинаковыми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!